История, в принципе, вещь, которая пользуется довольно, скажем, универсальным интересом. Мы все начинаем с каких-то историй знакомиться с миром. Мы открываем книжки и читаем историю, а потом вдруг обнаруживаем книжку, на которой вообще написано «История». То есть, как бы сборище всех историй. И поэтому рано или поздно становится вопрос, в общем-то, о чем это. И тут нам говорят еще в школе, что история – это наука. То есть, раз мы изучаем физику, химию, математику и историю, то значит, она в одном ряду с этими науками. Следовательно, ничем она не хуже. И ничем им не уступает. То есть, мы начинаем знакомиться с историей как наукой в школе. А потом уже, так сказать, как у кого получается. Но вот этот разговор об истории как науке, он до сих пор, в общем, актуален. И никакого, собственно, решения по нему нет, окончательного вывода. То есть, споры идут буквально фундаментальные. То есть, наука ли история? То есть, что такое историческая наука? Можно ли это воспринимать всерьез? Вот. И, в принципе, очень многие люди склонятся к тому, что ничего общего с наукой история не имеет. То есть, история – это своего рода литература. То есть, это описание. Это описание конкретными людьми. То есть, у исторических записок есть авторы, которые их сочиняют. То есть, человек сочиняет что-то, какую-то историю и потом предлагает ее нам в более-менее, так сказать, правдоподобном виде. То есть, чем больше он считает ее правдоподобной, тем она более научна. То есть, первым официально признанным историком, если не ошибаюсь, считается Геродот. Он когда-то очень давно написал книгу, которая называется «История». Вот. И там описал, опять же, если не ошибаюсь, несколько воин. То есть, какие-то воины, о которых он что-то знал. И, собственно, ему, кстати, принадлежит довольно неплохое определение того, а что, собственно, он делает как историк. Он считал, что историк должен как бы изучать и записывать человеческие действия. То есть, в общем, это в принципе верно. То есть, как можно познать, что происходит с людьми, с обществом, как не изучая действия людей. То есть, это очень, в общем, неплохое было начало. Вот. Но потом, во что это все вылилось, это мы уже, так сказать, это часто очень не совпадает с этой первичной затеей Геродота. Он, кстати, среди прочего, и считал, что вот история отличается от литературы именно тем, что здесь нет вымысла. То есть, историк, как ученый, он должен, значит, попытаться избежать сочинительства. Вот. А что значит это? Что это значит? То есть, это значит, что он должен оперировать фактами и изучать первоисточники. Наиболее, как бы, такое вменяемое современное определение истории как науки, оно звучит так, что история – это наука об источниках. Наука о первоисточниках. То есть, сегодня, в принципе, наиболее, так сказать, объективная такая информация поступает от людей, которые просто берут некий старинный источник, какой-то документ, а потом описывают его так, как они его понимают. То есть, опять же, в общем, тут без сочинительства никак не обойтись. Но они пытаются построить какие-то логические связи, причинно-следственные, там проанализировать, интерпретировать как-то факты, которые там приводятся, и сделать из этого соответствующие логеры. Собственно, уже давно, вот вся такая деятельность, она распадается на два глобальных направления. Одно заключается в том, что исследователь, изучая факты, стремится все-таки познать какие-то общие закономерности. А другое направление – это когда исследователь изучает именно факты. То есть, он зарывается вот в этот фактаж и пытается получить максимально точную картину неких событий, явлений и так далее, которые случились с людьми. То есть, если для первого, который изучает закономерности, для него не очень важно, какие были нашивки на рукавах какого-то гладейского полка. То для второго, наоборот, это, по сути, чуть ли не главное, что он изучает. То есть, он собирает очень много деталей, и чем таких деталей больше, чем больше фактов, чем больше, значит, свидетельств, которые более-менее считаются правдоподобными, тем лучше исследований. В сфере, где изучаются закономерности, то есть, факты являются лишь просто поводом для того, чтобы, или, скажем, неким контекстом, в котором проявляются общие закономерности человеческой деятельности для всех, справедливой для всех людей. То есть, мы люди, несмотря на то, что мы живем уже давно на этой земле, но, строго говоря, в общем, период, вот, исторический период существования человечества, общества такого цивилизационного, так сказать, периода, он невелик. Это десятки тысяч лет. Вот, и поэтому, в общем, не так-то много чего с нами произошло за это время. Вот здесь очень важно, как бы, не заблудиться, потому что вот это увлечение фактами, оно открывает бездонное поле для интерпретатора. То есть, когда история поставляет нам огромное количество фактов, не особенно вникая в детали, не особенно вникая в что-то, что их объединяет в некую систему, в некую закономерность, то для историков открывается бездонное поле для деятельности. То есть, мы получаем книги, целые тома, которые описывают одни и те же события совершенно с разных точек зрения, совершенно в разных интерпретациях. То есть, появляются какие-то совершенно фантастические версии и так далее, и так далее. То есть, и вот все подобные попытки интерпретировать исторические события, они решат очень большой проблемой. Мы ведь, то есть, события происходили давно, но мы-то живем сейчас, то есть, и историки тоже. И им очень сложно оторваться от современности. То есть, они не могут мыслить, как мыслил человек прошлого. То есть, современный историк мыслит, как современный человек. И поэтому вот эта проблема, она очень характерна для исторической науки. Когда мы видим, как факты прошлого интерпретируются с точки зрения современного человека. То есть, а это ничего общего с реальностью, в общем, не имеет. Переместить себя и поставить себя в те обстоятельства невозможно физически. Поэтому здесь мы сразу натыкаемся на главную и очень серьезную проблему. Опять же, значит, еще одна проблема исторической науки – это то, что действуют все люди. Причем действуют они по-разному. И обстоятельства этих действий очень сильно отличаются. Факторы все невозможно учесть, которые влияют на действия людей. Поэтому историк просто беспомощен, если он берется что-то изучать достаточно масштабное. Ни одного кого-то, то есть выбранного из истории, ни какого-то персонажа конкретного. Тогда это просто биография. Это, в общем, не столько история, сколько уже, опять же, специфический жанр литературы. Поэтому историки впадают еще в одну крайность. Они заменяют описание действий или изучение действий людей на изучение действий неких условных конгломератов, которые они создают из людей. То есть они объединяют людей в большие группы, приписывают им какие-то качества, какие-то формы, а потом изучают уже это. То есть они, например, тут мы с этим как бы сталкиваемся буквально каждый день. То есть когда мы слышим слово «народ», то вы понимаете, что это уже как бы забыто. Человек уже не имеет значения, уже не важно, что кто там делал конкретно. Историка интересует обстоятельства, связанные с такой условной сущностью, совершенно фиктивной и вымышленной, как народ. То есть народ, нация, государство и так далее. То есть правительство – тоже популярная абстракция, которая сразу отменяет действия каких-то людей. И говорят, правительство решило, правительство постановило, правительство то, правительство сё. И мы уже забываем о том, что там на самом деле действуют конкретные люди. У этих конкретных людей есть конкретные интересы. Всё это происходит в определённом контексте, то есть в окружении каких-то фактов, событий и так далее. И таким образом уже становится непонятно, собственно, о чём история, о чём, собственно, мы читаем. Вот эта история, подмена истории людей, то есть действия людей, когда заменяются действиями неких фиктивных сущностей типа народа. Вот они создают колоссальную, с одной стороны, проблему для того, чтобы принять историю как науку. А с другой стороны, открывают бездонное поле для манипуляций. И это как бы становится частью политической деятельности. То есть история – это поле политической борьбы. То есть в историческом контексте борются современные политические интересы. То есть современные нам политические интересы пытаются использовать историю исключительно в своих конкретных целях. И для этого вот эти все обобществления, вот эти укрупнения структурных единиц, превращение конкретного человека в зернинку, какую-то песчинку большой сущности под названием народ, нация или государство, она позволяет отойти от конкретности, отойти от, собственно, закономерностей и сочинять историю того, чего никогда не было. Вот отсюда мы видим все, что мы знаем про государство, народы и так далее. Кстати, вот это все не может не прикрываться какой-то, так сказать, псевдонаучной, реально действительно псевдонаучной формой. И такая форма существует, потому что есть же наука, которая называется этнография, то есть это наука о людях. Причем именно о группах людей, то есть и она позволяет разделить людей на группы по какой-то логике, по какой-то структуре, по системе, по подходам. Этнографы сами, в общем, эту систему, структуру эту разрабатывают, а потом смотрят, как широко это все делают. Вот эти люди ходят в панталонах такого цвета, а эти совершенно в другом. То есть и таким образом они уже могут делить их на какие-то группы. Эти поют такие песни, эти поют такие. Язык здесь очень пригодился. Вот тот факт, что люди пользуются разными языками, вдруг неожиданно стал основой для того, чтобы, а давайте поделим их всех, значит, на части по тому, на каком языке они говорят. Хотя совершенно никакого основания для этого нет. Люди, говорящие на разных языках, остаются людьми. И у них действуют одни и те же закономерности, одни и те же подходы, принципы и так далее. И опять же, если мы с кем-то говорим на одном языке, это совершенно не значит, что нас можно записать в какую-то одну группу. То есть мы просто этим языком пользуемся, потому что нам удобно. А не потому, что мы как бы обречены на это какой-то высшей силой и так далее. Вот, кстати, это тоже еще одна проблема истории. Это определение движущих сил. То есть историки очень долго опирались на то, что все это дело Божий промысел, нет проблем. То есть изучай Библию и будешь знать, так сказать, все ответы на все вопросы. Потом было понятие какой-то судьбы, рока и так далее. То есть вещи, которые предопределены и на которые мы не можем влиять. И таким образом тоже надо было просто вскрыть вот эту судьбу. Вот, и таким образом открывалась возможность для интерпретации множества разных фактов. Причем это ведь не только древние какие-то архаичные подходы. Это вполне себе такой современный, относительно современный подход. Например, тот же марксизм. Вот, то есть марксизм утверждает, что история человека – это смена общественно-экономической формации. И здесь и не только общественно-экономические формации – это, так сказать, плод фантазии. Но и сам процесс их смены – тоже плод фантазии. И то, что это неизбежный, как бы единственно возможный способ существования человеческого общества – это тоже фантазии. То есть, видите, как бы тут историк, особенно историк, который занимается, так сказать, историей политической или близкой к политике, а другой мы, в общем, практически и не знаем, вот он неизбежно сталкивается с тем, что он окружает себя миром выдумок. И вот, так сказать, самая главная проблема – да, развитие там по спирали, да, вот это тоже нам в школе рассказывают, что все, в общем, повторяется только на неком новом уровне. То есть, это тоже, тоже как пирамида Маслоу, которой никогда не было. Маслоу бы долго смеялся, когда бы ему нарисовали какую-то пирамиду. Он никогда никаких пирамид не рисовал. Вот, он прекрасно понимал относительности и сам характер динамичности потребностей. То есть, он понимал, что сегодня у человека одна потребность, а завтра другая является приоритетной. Но какой-то преподаватель, значит, тренингов по маркетингу однажды нарисовал эту пирамиду. И она так понравилась, что теперь она, без нее просто ни один историк уже не может шагу ступить. То есть, вот вам фикция, которая стала, так сказать, основой научных знаний, псевдонаучных знаний. Ну, мы же помним тех, кто постарше. Мы учили диалектический материализм, исторический материализм. И вся историческая наука в Советском Союзе укладывалась в четкие рамки, которые задавались сразу политикой партии и правительством. И поэтому в рамках этой теории историки работали. Всем было все понятно, все было хорошо. И даже если кого-то вычеркивали из истории, оно все ложилось все равно в рамку общей концепции. Значит, можно кого-то изъять, раз он не соответствует правильному пониманию истории и жизни вообще. Да, то есть, вот история, она вот, пользуясь тем, что это как бы зона свободная для фантазий, она позволила вот сочинить как бы такие вещи, которые потом прижились и которые стали естественными, казалось вроде обыденными и даже нет смысла которые обсуждать. То есть, например, там, ну вот государство, да, то есть в чем смысл отношения историков к государству? Он сводится к простой логике. Государство было всегда. И нечего, так сказать, особенно возражать. То есть, что вы хотите. Это как бы высшая форма организации человеческого общества. То есть, она всегда была с нами. Человечество занимается исключительно только попытками усовершенствовать государство. То есть, сначала оно было слабое, простое, там, примитивное. А потом оно стало сложным, потом оно стало еще лучше, потом еще краше. И вот мы как бы занимаемся исключительно государствостроительством. Вот. То есть, ясно, что такая теория не могла бы существовать, если бы над ней плотно не поработали историки. То есть, они подкатили, так сказать, на потребу политиков, на потребу чиновников. И они подкатили исторические факты, то есть, которые они же раскопали, пользуясь тем, что они знают хорошо, что искать. То есть, когда вот астрономы, они особенно знакомы с таким явлением, когда вот ты наблюдаешь какое-то явление, ожидаешь это явление, да, очень долго приходится долго терпеть, наблюдать и так далее, то возникает такой эффект, что ты его видишь как бы. То есть, его нет на самом деле, но ты его уже видишь, потому что твой мозг, он уже сформировал как бы представление. То есть, как человек, который увлекался астрономией когда-то в молодости, я могу вам подтвердить, что это абсолютно точно. Вот. Даже с простым, так сказать, домашним примитивным телескопом этот фокус работает. То есть, если ты ждешь чего-то, и ты знаешь, что будет, и ты примерно представляешь себе как, то велик соблазн того, что ты это увидел. Хотя на самом деле ничего не произошло. Вот так и с историей. То есть, когда историк ищет государство, он его находит. Нет проблем. Отсюда вот эти вот рассказы про то, что Рим был первой сверхдержавой, например, или там вот такое понятие города-государство. Вот. Хотелось бы мне увидеть человека, который мог бы объяснить, вот на каком основании какое-то место, где люди собрались жить, значит, за одной стеной, названо государством. Вот. То есть, понятно, что если это нужно, значит, так и будет. Опять же, государство, то есть, вот, именно вот в этом весь, как бы, вся задача историка. То есть, он, он как бы под политическую совершенно, так сказать, идеологическую конструкцию подводит якобы научную основу. Вот. Вот сам, будучи сам далеким от науки, считается, ага, раз историк, значит, написал, все, значит, так и есть. И мы вот жертвы этого подхода. То есть, мы жертвы того, что вот сегодня все процессы, социальные процессы, экономические процессы и так далее, они очень часто опираются именно на исторические выкладки. То есть, историзм, как метод, вот он, так сказать, имеет давние корни. И вот он именно помогает сегодня политической вот этой всей сфере, в сфере государства имитировать вот какую-то, значит, опору на научное знание. В этом смысле вот как раз заслуга австрийской экономической школы в том, что она, так сказать, подвергла критике такой подход, то есть, исторический подход, и предложила вместо него свой. То есть, именно вот этот подход австрийской экономической школы позволяет опираться на априорные знания, то есть, которые не зависят от того, откопали вы что-то или не откопали вы что-то. То есть, вы просто понимаете природу человеческой деятельности, а потом, исходя из этой природы, опираясь на аксиомы этой деятельности, вы можете строить более сложные какие-то выводы и анализировать те или иные события. И здесь как бы наличие фактов хорошо, но если фактов нет, то это не значит, что этого не было. То есть, возможно, мы просто еще не знаем о том, что это было. То есть, вот этот историзм, он проникает во все сферы научного знания именно общественных наук, что является очень печальным, потому что науки об обществе, вообще, любые исторические анализы, любая попытка проанализировать человеческую деятельность, она должна опираться все-таки на научную основу, то есть, на метод именно научный, то есть, на метод априорного знания. Почему мы здесь не можем использовать законы природы, то есть, как бы метод научный, который известен из естественных наук? Да потому что человек не является безжизненной материей, то есть, он сам действующий субъект. То есть, когда вы начинаете изучать человека, то человек начинает изучать вас в ответ. И поэтому здесь исследователь не может оставаться нейтральным, то есть, он не может быть просто наблюдателем. Вот, он попадает, как бы, в переделку. И вот, там закончится переделка, никто не знает. Вот поэтому и здесь, как бы, методы традиционной науки, которую мы знаем по естественным наукам, они не работают. Вот, особенно опасны разного рода увлечения статистикой, когда мы говорим об обществе, о человеческой деятельности. Вот, а историки здесь налево и направо начинают искать среднее арифметическое, то есть, они обобщисляют все это, потому что оперируют вот этими условными сущностями, то есть, народ и так далее. То есть, они просто везде выводят некое среднее, которое, которого никогда в жизни не бывает, то есть, в жизни людей. То есть, одно дело, когда вы измеряете там рост, например, у человека, да, это физический показатель. Вот, и если вы посчитаете средний рост какой-то группы людей, то есть люди, у которых этот рост будет действительно на самом деле. Но если вы изучаете настроение, ценности, приоритеты, там, я не знаю, то есть, какие-то убеждения, то любое усреднение здесь приводит вас просто к тому, что вы получаете результат, которого в реальной жизни может вообще не быть никогда. То есть, вы начинаете заниматься как бы фальсификацией, по сути. Вот, наукоподобной. Вот, это как бы та проблема, с которой мы вечно сталкиваемся, именно имея дело с историческим знанием. Ну, сегодня мы имеем в виду... Да, вот, очень популярным также является продуктом, историческим продуктом. Это попытка убедить людей, что они вечно живут, всегда жили и живут по указанию свыше. То есть, есть некое начальство, которое командует. Вот, это заслуга историков. То есть, они придумали вот это, они это откопали, то есть, они приучили нас к мысли, что все, что делают люди, они делают только потому, что какое-то правительство где-то приняло такое решение. Ни по какой другой причине. То есть, и вот это играет с нами злую шутку уже, так сказать, многие десятилетия. Вот, потому что это означает, что человека искусственно пытаются подвести к мысли, что дело как бы не в факте, что вами кто-то командует и управляет, а в том, чтобы эти команды были получше. То есть, как бы давайте повысим качество управления. Вот, к чему приводит история. А не к тому, что, позвольте, а почему одни люди управляют другими, или там, командуют. Вот, то есть, может здесь что-то не так, так сказать, в консерватории, а не в том, как вы это все описываете. Вот, то есть, вот эта попытка подменить историю человека от каждого индивидуально истории народа, приучить его к государству, приучить его к мысли, что им управляет правительство, а не сам он действует. А если он действует сам, то это, как правило, нарушение. То есть, исключение права и введение понятия закона, и, так сказать, закон как замена праву. Вот, этими вещами мы во многом обязаны именно историкам. Поэтому, вот, кстати, сегодня в современной Украине историки – это просто-напросто передовой отряд этакизма. То есть, государство в той форме, в которой мы его знаем, оно вовсю опирается на усилия историков. Историк теряя интеллектуалов. То есть, они постоянно продуцируют вот этот интеллектуальный продукт, который потом политики в той или иной форме используют в качестве основы для своих, так сказать, упражнений. Ну, вот, то есть, ни на кого больше здесь, как ни странно, они не опираются так основательно, как на историка. Ну, мы сегодня видим еще гораздо хуже вариант применения истории. Мы же помним, что нынешнее обострение войны началось именно с псевдоисторической речи целого ряда российских политиков. Когда Путин начинал рассказывать какие-то исторические вещи, какие-то мифы, которые вообще не имеют никакого отношения к истории. Но он положил это все в основу этих шаблонов и пропагандистских кришев, для обоснования того, что они начали войну. А теперь все войска тащат за собой эти красные знамена, этих лукичей ставят, зажигают эти вечные огни и занимаются тем, что пытаются повернуть историю вспять и навязать этот же миф, который уже давно закончился и не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, это все объясняется, что вот есть исторические наработки, это действительно история, хотя истории там нет, там сплошная мифология, которую мы уже давно и забыли, и давно уже даже и критиковать не имеет смысла, потому что, ну, не имеет смысла даже критиковать, потому что там ничего, кроме мифов и существует. Да, это культ, да, это культ детально проработанный, кстати, по старым совершенно шаблонным, то есть, это вот именно попытка протянуть вот это вот совершенно древние какие-то наработки историков в современность, то есть, они, у нас же как, нас чему нас учат, опять же, в той же школе, что, если вы не знаете прошлого, то вы как бы попадаете в большие проблемы в будущем. Почему? То есть, совершенно, это абсолютно абсурдные вещи, потому что то, что было в прошлом, уже не будет никогда, то есть, мы живем, формируя будущее, и будущее мы можем только, ну, пытаться предвидеть, как-то предсказывать, а концепция, во что это выльется, это, в общем, результат совпадения огромного количества усилий, неимоверного количества людей. Поэтому попытка запрограммировать будущее, опираясь на какие-то шаблоны из прошлого, это путь в никуда, то есть, и вот он, но он активно используется государством, потому что оно живет в прошлом, оно вечно погружено в прошлое, вот, и активно эксплуатирует вот эти древние, совершенно близкие к религиозным культам. Вот, и это, да, мы видим сегодня, как активно работает пропаганда, пропаганда российская работает в этом смысле, как бы, многие годы и производит неимоверное количество какого-то абсурдного продукта, который потребляется как отмазка, то есть, ну, как прикрытие, то есть, это нужно людям для того, чтобы самим себе объяснить, а что вообще происходит, и не затрачивать при этом каких-то интеллектуальных усилий. Вот, но проблема не столько в Путине, сколько в нас, то есть, к сожалению, мы тоже погружены вот в пропагандистскую вот эту, в это варь вот пропагандистскую, то есть, Украина, казалось бы, да, очень хотелось, что Украина стан независимой, наконец-то может быть, так сказать, передвинется куда-то ближе, как бы, к какой-то научной основе понимания своего прошлого и прошлого, так сказать, конкрет, как конкретных людей, так и может что-то, что нас в чем-то объединяет. Ну, нет, этого не произошло, то есть, украинское государство, которое, по сути, принципиально не изменилось по сравнению с советским, оно активно использует все те же мифы, только в каком-то трансформированном, адаптированном к текущему моменту виде. И в этом смысле мы также погружены в выдумки. Выдумки, мифы, фейки и так далее, и так далее. И, к сожалению, просвета этого особенно не видно. То есть, когда сегодня читаешь вот вышедшие за последнее время научные труды, там, исторические, история Украины, там, в том виде, в таком виде, или там, события, когда описываются какие-то исторические события, то ты читаешь такое впечатление, что ты открываешь какой-то раздел там, науки, научного коммунизма. То есть, все те же шаблоны, все те же приемы, все те же уловки использованы просто, так сказать, в определенном контексте. То есть, с определенной целью, которая поставлена или самим автором себе, или каким-то заказчиком, которые ему заказывают эти труды. И мы начинаем читать какие-то совершенно мифические вещи. Особенно, опять же, это все так или иначе касается украинского государства. Нам постоянно пытаются навязать мысль, что украинцы тысячу лет имеют опыт государственного жизни в государстве, который прерывался, нарушался разными врагами. Но мы упорно шли к нашему счастью, к тому, чтобы снова зажить в государстве. В общем, эта теория не имеет под собой никаких научных оснований. Является целиком высосанной из пальца и просто идеологическая конструкция, которая удобна для власти. Они хотят объяснить нам, что мы отказываемся от своей собственной истории. Государство это якобы наша история. Никогда этого не было. украинцы узнали, что такое государство, строго говоря, если отбросить какие-то детали незначительные, то только с приходом сюда большевиков. То есть, это в начале 20 века. Вообще, что интересно, историки очень избирательно подходят к событиям, к фильтрации событий. так как фактов очень много, то они начинают брать одни факты, забывать про другие и так далее. И вот, в частности, у нас, например, есть культ Второй мировой войны. Борьбы, значит, с Гитлером, борьбы со Сталиным. Вот. Ну, например, совершенно забыта Первая мировая война. У нас как-то Первая мировая война просто что-то было такое. Предисловие ко Второй. Вот. Тогда как в мире, во многих странах Европы, она считается великой, то есть она считается основной войной. Вот. И, в общем, давно бы надо было задуматься над этим, но у нас эта как бы тема проходит стороной. Почему? Потому что как бы она не вкладывается вот в эту историографию, которой увлечены наши историки, государства. Вот. А Вторая мировая позволяет развернуться тут множеству разных фантазий, в том числе там относительно украинских националистов, украинской повстанческой армии и так далее. Но опять же, то есть все подается, это все дозировано, это все подается трансформировано адекватно к современному моменту, то есть с точки зрения современности то, что нужно берется, то, что не нужно забывается. Вот. И если человек по неосторожности вдруг откроет какие-то документы действительно относящиеся к тому времени, он откроет для себя очень много неожиданного и может часто неприятного. Вот. Но вот в этом весь вся проблема так сказать с историей. То есть это манипулирование прошлым, оно обслуживает современный интерес. Вот у нас как бы недавно были так сказать события, которые заставили снова вспомнить как формировалось украинское независимое государство. То есть нам, например, охотно рассказывают историю про то, как украинцы развалили СССР. То есть ну опять же и причем что интересно вы можете включить там где-то по телевизору даже увидеть документальный фильм, документальный, где все это рассказано именно вот как это последовательная история, но это именно история, то есть это именно фантазии, это литературное произведение на тему как бы мы хотели представить событие начала 90-х годов. На самом деле, если мы посмотрим, а мне было 30 лет в 90-м году, то есть я прожил уже половину сознательной жизни, я прекрасно помню эти события, я прекрасно понимаю, что и как там происходило, хотя я не знаю всех деталей, я не историк, но мне достаточно, моих знаний достаточно для того, чтобы понять, что Советский Союз развалился, потому что это был единственный способ уцелеть вот той правящей верхушке, которая была в то время, то есть для нее государство это метод, то есть государство это метод обогащения, это метод существования определенных людей, вот эти определенные люди, которые находились у власти в Советском Союзе, они столкнулись наконец-то с очень очевидными доказательствами того, что СССР как инструмент, как метод больше не работает, то есть в стране голод, нет денег, нет лекарств, нет продуктов, руководитель этого государства ездит по миру и стоит на коленях с просьбой дайте хоть каких-то денег, дайте что-нибудь из еды, дайте что-нибудь из лекарств, то есть понятно, что эта концепция себя изжила, поэтому, конечно, она исчезнет, то есть тем более при абсолютно благосклонном отношении населения, которому это государство уже тоже осточертело, вот, но заменилось оно на что-то, что более эффективно работает как инструмент, потому что никаких радикальных перемен на самом деле не произошло, то есть если мы вернемся к фамилиям так сказать и персонажам, то Россия он сообразил, что в ситуации, когда единственным источником доходов есть нефть и газ, которые качаются из Сибири, то единственный способ уцелеть для него, для его власти, для него лично, для его окружения, это жить на эти доходы, то есть это значит продавать нефть и газ за рубеж и получать эти деньги и жить на них, а раз так, то значит выгодно отрезать всех нахлебников, то есть условно говоря, то есть всех уменьшить количество ртов, просто-напросто, то есть и поэтому появилась эта идея первыми, так сказать, о государственном суверенитете заявили именно в Москве, потому что там четко поняли, что надо обрубать хвосты, то есть надо обрубать всех, на кого они распространяли вот эти деньги и эти ресурсы, потому что никакой либерализации, это кстати тоже подсказывает, что никакой либерализации на самом деле речь не шла, речь не шла, шла речь о выживании конкретного политического правительства, политического режима, и поэтому когда Москва со своей нефтью и газом отделились, то все было понятно, то есть дальше уже картина была не так важна. То есть экономическая природа этих всех процессов, она гораздо важнее всей той политической шелухи, о которой нам рассказывают. и то, что в Украине к сожалению власть не озаботилась никакими трансформациями, тоже говорит нам о многом, то есть мы оказались просто в УССР только в новом формате, то есть в новых декорациях, но нами правили те же самые коммунисты и комсомольцы, и они до сих пор сидят там во многих местах, вот, и прекрасно себя чувствуют, то есть говорить о том, что в Украине произошла какая-то трансформация, какие-то изменения и так далее, могут именно историки, то есть вот историки, да, они сочинили историю о том, как у нас все хорошо, вот, но они именно подводят под это какую-то идеологическую основу, то есть псевдонаучную основу, но это не отменяет нормальный научный анализ, и этот нормальный научный анализ показывает нам, что украинцы как жили в стране советов, так и живут в стране советов, то есть у нас партия по-прежнему рулевой, то есть несмотря на то, что вроде как мы отказались от руководящих, но у нас партия по-прежнему все определяет, просто раньше была одна партия, а теперь их много, и они сменяют друг друга, то есть партия власти всегда одна, никогда не было никаких вариантов на этот счет, вот, и что лидер партии, он является, так сказать, неважно официальный, неофициальный, он является, как бы заводила этого всего, вот, и так далее, и наличие бюджета, и наличие там о том, что в общем ничего серьезного с Украиной не произошло, и этот развал СССР, это просто адаптация определенного режима к новым изменившимся условиям, то есть провалился социализм, появилась какая-то новая форма существования государства, вот мы ее и наблюдаем, с этим также связаны вот эти наивные разговоры о том, что Путин там собирается восстанавливать СССР, то есть я считаю это просто откровенная глупость, почему, ну, потому что любой ученый или там, я не знаю, историк или политик или кто-то, который говорит о том, что вот можно затевать войну, что есть некто, кто затевает войну ради восстановления СССР, это косвенно подтверждать приверженность той идеи, что СССР это некая ценность, что это что-то такое выдающееся, что-то важное, что его надо восстанавливать, нет, это никогда так не было, то есть никому в жизни не придет в голову создавать никакой СССР, почему, да потому что создавался он тоже не потому, что Ленин хотел СССР создать, а потому что тогда коммунистическая власть России исходила из идеи всемирной революции, то есть тогда и Ленин теоретически там и так далее, он обосновывал, что социализм, коммунизм возможен только на всем земном шаре, то есть он начинается в одном каком-то месте, но он обязательно должен распространиться по планете, а следовательно увеличение территории, увеличение охвата вот этими своими идеями, для них было важным подтверждением и, так сказать, обоснованием того, что они на правильном пути. Сегодня ни о каком коммунизме речи быть не может, даже в самой бредовой голове Путина или там какой-то еще ни о каком коммунизме конечно он не думает, а следовательно ни о каком СССР не может быть и речи, то есть если об этом говорится, то это просто говорится заигрывая с людьми, которые не сильно много понимают в происходящем это раз, а во-вторых не очень хотят разбираться в происходящем, но если мы начинаем вот здесь в Украине мы начинаем всерьез обсуждать, что мотивация Путина это восстановление империи какой-то там или восстановление СССР, то мы загоняем себя просто в тупик интеллектуальный, то есть это сразу сбивает все научные подходы, какие-то прицелы нашей деятельности, потому что мы сами себя обманываем. Путин хочет спасти опять же только свою личную власть и не более того, и тоже он опирается как и во времена распада СССР, он тоже опирается на те ресурсы, которые у него есть, и этих ресурсов явно недостаточно, то есть у него проблемы с экономикой в первую очередь, а вот то, что он облекает это в какие-то исторические конструкции, пытается определить, какой народ, с каким народом братья и так далее, то это не более чем болтовня, то есть это не более чем политическая чепуха, но мы здесь в Украине являемся жертвами вот этих действий, мы страдаем от этого всего, мы почему-то всерьез обсуждаем эти вещи, не дадим Путину восстановить империю, не дадим Путину вернуть СССР, не дадим там то, да нет, ребята, ну при чем здесь это, все это гораздо по-другому устроено, и вот сейчас мы говорим, давайте освободим Крым, значит, и вернем его в Украину, ну хорошо, а давайте проанализируем, а почему Крым оказался в Украине, и почему русские держали здесь флот так долго, никому не нужный, бессмысленный, да опять же, потому что у них не было денег на содержание, Крым, к сожалению, это территория требующая инвестиций, у России никогда не было денег, ни у Ельцина, ни у того, кто был там Путина в ранних, на раннем этапе, у них просто не было денег содержать Крым, поэтому он оставался нашим, и причем у нас он тоже был на правах пасынка, потому что вспомните, как голосовали крымчане, и как голосовала большая часть Украины, как правило, эти голосования не совпадали, и это важный показатель, то есть Россия оставила Крым Украине как своего рода депозит, то есть вот давайте, пока вы с нами, Крым у вас, но как только вы от нас отколетесь, повернете на запад, мы Крым забираем, и это была договоренность коммунистической верхушки, я в этом абсолютно уверен, то есть здесь я не настаиваю на каких-то там деталях, но просто логика этих событий определяется именно возможностями режима, экономическими возможностями, у России не было экономических возможностей содержать Крым, и поэтому он оказался у нас, а у нас он был просто заброшен, потому что у нас тем более не было никаких ресурсов, но наша власть ничего особенно не решала очень долго, и таким образом, когда Путин вернул его, то опять же это было его затея связана с его личной властью, с его личной ситуацией, то есть с экономической ситуацией в России, которая была к тому времени очень близко напоминала катастрофическую, когда нефть упала со ста до каких-то нескольких десятков долларов, и Путину нужно было как-то решать вопрос с тем, что все его планы абсолютно обрушились, то есть качество жизни падало, хотя оно до этого очень быстро росло, на это надо было как-то реагировать, и поэтому была придумана история про то, что Майдан это значит уход Украины из орбиты Москвы, что мы теперь уходим на Запад, значит возвращайте Крым, и я абсолютно уверен, что украинская власть прекрасно понимала эти правила игры, и принимала, и действовала адекватно этим договоренностям, то есть Крым был просто возвращен, и все, и понятно, зачем здесь был русский флот, он просто сторожил этот депозит, то есть чтобы в случае чего проконтролировать его возврат, что собственно и произошло, вот, то есть когда мы начинаем уходить от политических и политических исторических конструкций и опираться больше на реальные закономерности, так сказать, которые определяют нашу жизнь, то есть в первую очередь экономические, то многие события выглядят нам несколько иначе, чем нам описывают политики и историки, но это нам позволяет адекватно реагировать на них, правильно их понимать и правильно выстраивать свои действия, то есть когда мы понимаем мотивацию, а мотивация Путина я абсолютно хочу еще раз повторить, это чисто экономическое, связанное с тем, что он сознательно обрушивает свою экономическую ситуацию в стране, которая и так шла к провалу, что позволяет ему списать этот провал на санкции, то есть списать ответственность, перенести ответственность на Запад, объяснить, что россияне теперь затягивают пояса и будут жить бедно, потому что Запад выдвинул против России невиданный пакет санкций, вот собственно и вся его игра, она основана на этом, и здесь четкие однозначные уши торчат из всего, что происходит, но в Украине нужно это понимать, то есть поэтому мы должны адекватно взвешивать все обстоятельства этого дела, вот, а не пытаться заморочить себе голову какими-то политическими играми, политическим противостоянием с Путиным и так далее, выяснением, какой народ кому кем приходится и так далее, если народ это по определению фиктивная сущность, то есть, поэтому вот трезвый взгляд на вещи, он всегда очень полезен, он всегда очень важен, и как ни странно, вот, если вы пытаетесь трезво анализировать события, то вы вдруг обнаруживаете себя противоречащим историческим разработкам, то есть история как бы не помогает в этом смысле, она только ухудшает резкость, фокус, сбивает, так сказать, ваше понимание реальности, поэтому вот в этом смысле история, она не помогает, а наоборот действует вопреки здравому смыслу, с этим нужно быть очень осторожным. Есть у нас тут вопрос, вопросов много, интерпретация джерел, окремый блок, с факсиологией написать историю Украины чи украинцев можливо, чи до синтезии, проблема синтеза исторического наратива, це можливо? Написать можно все, что угодно, я говорю, написано множество книг, сегодня, если вы хотите познакомиться с историей Украины, у вас есть десяток разного размера книг, возникает вопрос, какова ваша цель, что вы хотите достичь, вы хотите поупражняться в интерпретации исторических фактов, почему нет, напишите исторический роман, то есть литература подразумевает допустимость вымысла, мы ведь опираемся на литературу, когда говорим об исторических фактах, на каждом шагу, то есть я, к сожалению, я сейчас мне в голову ничего такого не приходит более интересного, чем вопиющий, так сказать, пример, по-моему до последнего времени в истории такого персонажа времен гражданской войны, как Василий Чапаев, было написано, что погиб он, переплывая речку Урал после ранения, понимаете, это считалось, что это уже факт, что это так оно и было, на самом деле это часть литературного сценария к фильму, то есть и таких случаев огромное количество, то есть мы постоянно натыкаемся на то, что под историческими фактами нам просто подсовывают какой-то литературный вымысел, и здесь эти все герои во Второй мировой войне, как правило, они таковые, то есть и вот исторические всякие случаи, связанные с разными битвами, восстаниями и так далее, и так далее, тоже это просто, как правило, берут какой-то фрагмент из художественного произведения и качественно написанного и выдается это за реальность. Посмотрите сегодня, вот есть такой популярный, я его с удовольствием смотрю, телеканал History, Виасад History, то есть там они любят делать фильмы об исторических событиях, но иллюстрируют они очень часто эти вещи, или там какими-то значит наработками реконструкторов, которые в наше время пытаются изобразить события прошлого, или просто кусками художественных фильмах, и прекрасно работают, то есть никого не волнует особенно, что нам показывают художественное произведение, а рассказывают нам о том, что было то-то, то-то и то-то. Вот вам синтез, так сказать, неприкрытый синтез творчества, фантазии и истории. Получается некий такой симбиоз, некий синтетический продукт, который прекрасно заходит в публике, но тут важно понимать правила игры, вот в этом все и дело. Вот, то есть, поэтому, когда говорят, а можно ли написать правильную, истинную историю украинцев, я считаю, что в этом просто нет никакой необходимости. Гораздо важнее, если каждый из нас, вот каждый из украинцев, будет изучать историю своей семьи, своего рода, своей семьи, тех мест, откуда он родом, сохранить какие-то артефакты своей собственной жизни. Вот это гораздо важнее. То есть, понимаете, вот в этом проблема о государствовании истории. Нам заменяют историю нашу, то есть, каждого из нас, на историю некой вымышленной сущности под названием народ. То есть, нам подсовывают героев, которые мы должны чтить, нам подсовывают праздники, которые мы должны праздновать, памятники, которым надо, значит, мимо которых мы будем ходить каждый день. А вместо этого, на самом деле, мы должны помнить о том, а что делали наши предки, вот конкретно, да, то есть, вот я знаю, например, случай, когда мой двоюродный дед, например, дядя моего папы, по-моему, так, вот, он был арестован, он был учителем, он был арестован во время репрессии, и его практически вывозили уже в Сибирь, но по ходу дела он ухитрился подкупить охранника, то есть он, у него были золотые часы, и так как это была польская территория до советской власти, поэтому люди жили, в общем, неплохо, и учитель мог себе позволить что-то, вот, он ему просто эти, он обменял свою свободу на эти золотые часы, то есть, и таким образом сохранил себе жизнь, а потом еще и помог моему отцу, значит, когда он заканчивал школу во время войны, то получилось так, что мой отец учился первые три класса в польской школе, потом война, а потом сразу восьмой класс советской школы, ясно, что у него не было перспектив попасть в восьмой класс, вот просто так, имея три класса польской школы, то есть, ну, для человека в молодом возрасте это означало потерю неимоверного количества времени, так вот, его дядя, этот вот, так сказать, спасшийся, он ему подделал аттестат, то есть, он ему сделал похожий на настоящий аттестат об окончании семи классов, и мы его отца взяли восьмой класс советской школы, он его прекрасно закончил, с отличием, не отличием, я уже не помню, но он очень хорошо закончил школу и поступил во Львовский политет. То есть, понимаете, вот это моя история, то есть, это история моей семьи, это история людей, которых, если я не знаю лично, то, по крайней мере, мне это рассказывали те, кто, с кем это все происходило. Вот такая история важна. Вот эти истории надо записывать. То есть, да, почему нет? То есть, вот это является действительно историей Украины. А вот то, что сочиняют люди, которые сидят на зарплате в Академии наук, я не вижу в этих текстах никакой ценности. То есть, извините. А если вы хотите понять, почему вот что-то происходило там, допустим, в 37-м году или там в 19-м или в 17-м, отлично, возьмите книгу Мизоса под названием «Человеческая деятельность». почитайте ее, а потом просто подумайте над тем, как можно интерпретировать те события или те вещи, которые вам известны, исходя из основополагающих принципов науки о человеческой деятельности. И для вас откроется очень много ответов на вопросы без необходимости погружаться в какое-то, так сказать, историческое прошлое. потому что природа человека остается той же. Люди действуют, потому что они хотят улучшить свою жизнь, используют для этого те средства, которые у них есть. То есть и таким образом они переходят в какие-то, так сказать, как-то улучшают обстановку вокруг себя, достигая тех или иных целей. У них есть приоритеты, что-то для них важнее, что-то не так важно и так далее. Вот это ответы на ваши вопросы. То есть во многом они будут именно такими. Ну и еще важно. Нас приучили к тому, что если мы хотим узнать что-то, то надо найти текст, написанный кем-то. То есть вот меня интересует такой-то вопрос, я ищу, говоря, вот Google, отлично, все же есть, так сказать, надо только поискать, и вы найдете. Кто-то об этом уже написал. Да, кто-то об этом написал, но я хочу сказать вам, гораздо важнее и гораздо ценнее, если вы просто сами проведете этот анализ, то есть если вы просто проанализируете события или вещи, которые вы знаете, и хотите понять, к чему это привело, почему это привело к такому результату, вот, или к какому результату это могло бы привести, вот, поверьте, у вас в руках есть весь инструментарий необходимый для этого, то есть вы не будете знать детали и подробности, но это не важно, потому что эти подробности и детали уже в далеком прошлом, их никогда не будет, если что-то и случится похожее, то это будет совсем других обстоятельствах, других условиях, но закономерности будут теми же, и поэтому понять закономерность, это значит уже практически понять и дать себе ответ на те вопросы, которые у вас могут возникать, то есть сегодня никому из нас не мешает понять историю Украины, опираясь на закономерности человеческой деятельности, от того, что мы не будем знать каких-то подробностей, это знание не становится менее ценно и менее важным. Ну, мы просто пережили такой период, когда мы жили в государстве, которое сознательно уничтожало любые воспоминания о нашем прошлом, это было естественно, там бабушки, дедушки, родители боялись рассказать о своих настоящих фамилиях, они боялись рассказать на самом деле кто где воевал, когда, кто на честь, раз уже выжили, так уже старались и не рассказывать, потому что это было чревато, потому что под историей чекиста мог оказаться человек, который воевал у Григорьева, воевал у Зеленого, в свое время потом поменял документы, поменял фамилию, оказался в простой армии и так далее. И все эти истории семьи оказывались погребенными и запрещенными даже для обсуждения. Да, и забытыми, да, и в итоге забытыми. И забытыми, и фактически получилось... Насколько официальный истеблишмент, насколько он боится реальности, то есть боится реальной истории, то есть того, что на самом деле происходило с людьми. Они не хотят этого знать, и они не хотят, чтобы мы это знали. Они хотят заменить нам наше знание на некий вот этот сваренный, так сказать, вручную бульон, собранный из того, что выгодно для них и именно оформлен именно в том виде, который выгоден им. И, к сожалению, вот мы по-прежнему в этой ситуации. Ничего радикального не произошло. И я пока не вижу знаков, сигналов, так сказать, к тому, что это происходит. Вот, казалось бы, на улице война. То есть это время, когда надо пересмотреть свои подходы, пересмотреть свои ценности, приоритеты. Вернуться к какому-то базовому человеческому понятию, что с нами происходит. Нет, нам начинают компосировать мозги очередной порцией какой-то чепухи, которую придумывают значит, те, кто просто интересуется увеличением собственных доходов и не более того. Кто-кто-то где-то присосался к каким-то деньгам, к каким-то грантам, к каким-то финансированию и обслуживает интересы того, кто выделяет деньги. Вот, вот и все. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, здесь нужно быть очень разборчивым и очень критически относиться к попыткам объяснить вам, как все было. Вот это очень-очень-очень опасно, когда вам кто-то объясняет, как все было на самом деле. То есть, послушай меня, вот это вот сразу нужно насторожить. Ну, к счастью, все равно история сохраняется, она сохраняется в памяти, она сохраняется в рассказах, она сохраняется в песнях, и мы же все-таки из песен, несмотря на то, что все это уничтожалось, все скрывалось, тем не менее, история и про УПА сохранилась, несмотря на то, что вся советская власть пыталась уничтожить вообще любые воспоминания, закапывала краивки во все, чтобы никто об этом не говорил. Конечно, сегодня совершенно напнимать украинцу на то, что там, я не знаю, УПА, там писали какие-то прокламации, где фашизм объявлен был, высшие идеологии, там, где они писали какую-то телегу Гитлеру, давайте мы тут пока порулим, а вы нам, значит, разрешите и так далее. То есть, сегодня это все утратило всякий смысл и содержание. Это все далекое прошлое. Сегодня для нас это совершенно, так сказать, другая история. И вот мы видим, например, последние опросы общественного мнения пишут, как резко увеличилось позитивное отношение к Степану Бандерой. А почему ему не улучшится? Чем дальше в прошлое уходит Бандера с его реальной картиной, так сказать, реальной историей, тем он будет приятнее для нас. То есть, он становится просто мифическим героем. То есть, он будет таким же, как, я не знаю, Гонта, Казак Гонта. То есть, мы будем знать о нем какие-то мемы из интернета. Почему нет? То есть, если его боятся где-то за пределами Украины, ну и ладно. Но здесь тоже важно не перебрать. Потому что, например, если уж мы решили дружить с Польшей, то давайте как-то учтем взаимные интересы. То есть, не надо слишком выпячивать какие-то вещи, которые могут обидеть соседа. То есть, это тоже надо понимать. И поэтому вот именно здоровое отношение к истории, оно ценится. Не забывать, не надо говорить, о, мы не можем забыть. Конечно, не надо забывать. Нужно просто, надо вырабатывать в себе здоровое отношение к прошлому, здоровое отношение к истории. И это очень поможет. Потому что у поляков тоже есть разные сложные истории в прошлом, и разные не совсем понятные персонажи. То есть, они вообще интересная страна. У них гимни поются про другую страну. Я вот не знаю, есть ли еще гимн, где бы в гимн страны упоминалась другая страна. То есть, там есть такие слова марш, марш Домбровский, земли, земли лосские до польские. То есть, Домбровский марш значит из Италии в Польшу. То есть, Италия упомянута там в качестве как бы вот части польского гимна. То есть, это все довольно забавно, понимаете? Но это именно забавно. Сегодня это уже не имеет принципиального значения. Вот. И, кстати, экономика учит нас этому. Если вы знакомы с экономической теорией, то вы понимаете, что для человека действующего не имеет никакое значение прошлое. Он действует со всем, тем, что его окружает, в его текущем состоянии. То есть, вот это важно. То есть, строго говоря, экономика учит нас забывать об истории. Потому что не имеет это значение. Вы берете реальность в ее текущем состоянии. А будущее вы можете только предвидеть более-менее успешно. И вот это отделяет более успешных людей от менее успешных в экономическом смысле. Те, кто лучше предвидит будущее, предсказывает его, те получают больший доход. А те, кто хуже, те получают меньший доход. Вот, собственно, и все, что нам надо знать о соотношении прошлого, настоящего и будущего. А все остальное надо оставить литературе и культуре и этнографии. Этнография прекрасная наука, которая имеет право на существование. Но очень важно не увлекаться ее, так сказать, перетягиванием в те сферы, в котором она не имеет никакого отношения.